Иерархия рейтинга WBC, наверное, это бой за второе и третье место. Но в рейтинге стоит на первом уже Чат Доусон чемпион, Микель Кеслер занимает первое место. Фантастически устроился хорошо на этой строчке, всем остальным пришлось потесниться. Алан Грин, боец, которого любят телевидение по прозвищу «Пес-призрак», 32 года, он чуть-чуть младше Кеслера. И встречался, побеждал также очень хороших соперников. Но в его пассиве три поражения, хороший опыт приобрел, вспоминается и его рубка с Эдисоном Мирандой, когда и тот, и другой побывали в нокдаунах, и бой с Андре Уордом, самый тяжелый в жизни Айлана Грина, потому что совершенно деклассировал его ворк. Ну, а в следующем бою, который состоялся через пять месяцев, ветеран из ветеранов Глен Джонсон нанес первое и единственное поражение нокаутом. Хотя Алан Грин лидировал в этом бою по очкам, но не доглядел немножко и в восьмом раунде был повержен. Вот как раз Алан Грин боксировал и в суперсредней весе, и в полутяжелом, так что ему несложно подняться в следующую весовую категорию. После того, как не смог он ничего добыть в турнире супершестерки, и просто проиграл еще и Джонсону, но вот теперь против него соперник не менее сильный, если бы бой пришелся на рассвет Кеслера. Ой-ой, что такое? Кеслера-то болтануло и очень прилично. Это нокдаун, очень тяжелый причем. Точно в подбородок. Несмотря на все улыбки, мы понимаем, что состояние Кеслера близко к нокауту. Почему не бросается вперед Грин? Смотрите, в три раза стал Кеслер медленнее, все-таки дерется. Зачем давать паузу противнику? Неужели не понял, Алан Грин, что сейчас происходит с Кеслером? Слово «зачем» можно сказать, наверное, десять раз. Зачем он вышел в этой весовой категории, хотя весит, как... Зачем он согласился на этот бой? Два. Зачем он просто-напросто перешел в другую весовую категорию и сразу дрался за титул? Здесь много вопросов. Но Кеслер – это супер боксер. Наверное, за последние много лет он самый популярный, самый значимый боксер в этой стране. И вообще во всем мире его знают. Он много боев провел и в Америке, и в Канаде, и в других странах. Завоевывал большие титулы. Вот он, этот прямой правый. Заболтался Кеслер. И осталось только добить или просто толкнуть его. Да, просто толкнуть. Ну, неужели не поверен Алан Грин, что он точно попал и что сейчас можно бой закончить в свою пользу? Просто в конце раунда Кеслер достал противника и достал достаточно жестко. Удар у него приличный. 44 победы. Все-таки не будем забывать и 33 нокаута на счету Микеля. Отойдет ли он за эту минуту? Ему очень тяжело, это видно. Но американец очень сильный, бесспорный. Все-таки он моложе. Ну, разница в один год и тяжелее. Не слишком существенная, а вот то, что он тяжелее, и то, что Кеслер провел за свою жизнь большее количество поединков, это тоже сказывается. Какой-то Кеслер замедленный. Он какой-то не такой. Понимаете, мы видели его в лучшие годы, в лучшее время, когда он просто блистал. Он был очень быстрый, он здорово передвигался. И не набрав особо массы, он потерял скорость. Вот как раз в то время не так уж много средневесов было из Европы. И он просто удивлял, когда выступал в США, удивлял американских зрителей, да и вообще весь мир тем, что побеждал. Но Грин не спешит. Никуда не спешит пес-призрак. Такое чувство, что Грину все понятно, в каком состоянии сейчас Кеслер. Он не отойдет и он только выбирает момент, чтобы точно так же точно попасть мощным ударом, свалить соперник. А потом уже как будто он не хочет его просто добивать. Он хочет его нокаутировать одним ударом и все. У Кеслера всегда было желание драться достаточно часто. Но вот эта пауза, когда он за два с половиной года провел лишь два поединка, наверное, на нем не очень благотворно сказал. Да, два последних боя он выиграл. Но до этого жесточайшее поражение от Андреа Уорда. Уорда несчастливый боксер как для одного, так и для другого. Ну действительно, Андрей Уорда... Пришел в себя Кеслер, посмотрите. Он стал другим. Вот такая была двух минут на паузу. И в общем-то виноват в этом Алан Грин. Это стало видно по глазам. Он стал другим совершенно. Какое-то мгновение. Стал увереннее, стал быстрее. Наконец-то он увидел соперника. Он просто отошел сотрясения. Грин дал ему прийти в себя. Сам виноват. Может быть, по итогам этого поединка, после него, будет корить себя. Что же я не добил его, когда мог? Вот Кеслер никогда не проигрывал нокаутом. А вот прилетело в обратную сторону. Кеслер никогда не проигрывал нокаутом. Всего лишь у него два поражения. А Грин проигрывал единожды из трех поражений. И у него один проигрыш нокаутом. Но с другой стороны, вот, когда у проигрывал Кеслер Уорду, все-таки решение было техническое принято, но оставалось совсем немного Кеслеру до того, чтобы попасть в нокаут. Окей, я хочу на каунте пять. Хорошо. А еще один месяц. Но сейчас, я буду поменять тебя после того, что ты будешь хорошим рейтингом, используй его, но используй его с правой рукой. Хорошо. Хорошо? Держись. 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 Рейтинг. Рейтинг. Джимми Монтоя, известнейший тренер, который работал в свое время и с Алексисом Аргелло, и с Эктором Камаччо, и с Тони Лопесом, который сейчас находится в углу Микеля Кеслера, сказал ему в перерыве, что ты выглядишь очень неплохо, все нормально. Но я хочу, чтобы ты больше работал джебом и двойным джебом. Посмотрим, услышит ли своего наставника нынешнего Микеля Кеслера, ну и даст ли Грин так легко действовать. Мне совершенно, впрочем, непонятно, почему Грин так легко отпустил противника. Вроде бы мы говорили уже даже сегодня о том, что североамериканские боксеры, крови у них вцеплятся в раненую добычу. Он потерял шанс в первом раунде, на самом деле. И объяснить я это логически никак не могу. Знаете, не знаю, как судьи считали второй раунд, но Кеслер, конечно же, был у Грина такой стоячий нокдаун, причем очень тяжелый. Выстоял он, но вот этот удар, наверное, решил Искотт второго раунда. Несколько удачных серий провел Кеслер сначала. Вот еще один боковой удар, посмотрите, добивает. Он умеет это делать. Вот это качалка называется, то в ту, то в другую сторону. И сейчас я уже вижу, что Грин является легкой добычей. Не потому, что он в гостях, а потому, что... Грин приглашает. Как бы Кеслер говорит, ну иди, ну покажи. Ну попал, да, ну еще попади, попробуй. Ну а что в этой ситуации делать? Если он не может точно контратаковать и встречать, тогда он каким-то образом играет на соперника. На зрителей, на судей. Не очень. Мне, честно говоря, импонирует передвижение Грина по рингу. Такие они, на мой вкус, замедленные. Не очень пластичные. Вот она. Вот сейчас я вижу того Кеслера, которого мы привыкли видеть. Которым когда-то восхищались. Практически не работает корпусом Грин, превращаясь в такую достаточно легкую мишень. Но он выше ростом. Очень, очень сильный левый боковой у Кеслера. Мы это уже видели. Соперник этим ударом. Такой на прыжке неожиданный совершенно. Вы видите, он часто атакует джебом в туловище, как бы выманивая его опустить руку. А потом на прыжке бьет боковой. Но у него очень сильный прямой правый. И тем же самым джебом в туловище он выманивает Грина опустить левую руку, чтобы атаковать точно в голову. Закончен третий раунд. Ну что ж, прекрасный бой мы с вами наблюдаем. Который бесспорно за Кеслера. Третий раунд, да, за Кеслера. Третий раунд. Но ты не можешь ждать, ты не можешь смотреть. Все, что я хочу сделать, джеб его и пойти на левую руку. Сейчас, я хочу использовать грина. И тогда ты его открываешь и делаешь. Он не должен быть вгодом в любом случае. Смешай этот джеб в его теле, тоже. Пусть его чувствовать. Пусть его чувствовать, бебе. И ты не чувствуешь, боже. Рон Рисов просит от Грина, ты так же бей по корпусу, бей и джеб по корпусу. Пусть она ощутит твой удар на себе. Такая непонятная гематома сейчас у Грина над правым глазом. Вероятно, это было от этого удара. Да, вот почесал глаз. Какая-то такая шишка, которую я видел, как Кэтмен раздавливал синяк. И он не мог это сделать. В конце концов, эта опухоль может увеличиться и глаз закроется. Понятно, рано об этом еще говорить. Как бы там ни было всего лишь четвертый раунд. И умелые специалисты Кэтмены и Секунданты сделают все возможное, чтобы облегчить боксеру его.